всем привет друзья с вами варчик в этом видео я расскажу про самые основные и горячие новости которые были анонсированы на VG Fest который уже закончился там было очень много всякой информации и начнем мы с того что в следующем году разработчики планируют переделать снаряды а именно голдовые в этом году они уже сделали так чтобы голдовые снаряды нельзя было купить именно за голду а только за серебро в следующем году они планируют протестировать изменения этих голдовых снарядов в сторону того чтобы у голдовых снарядов было меньше альфа также еще цена снарядов будет изменена и каждый танк разработчики говорят при такой переделки требует отдельного внимания поэтому говорят не беспокоиться что какой-то танк может из этого пострадать каждый танк будет настраиваться индивидуально в среднем альфа специального снаряда так они начали называть голдовый снаряд будет снижена на 25-30 процентов но все это еще будет тестироваться и посмотрим к чему это приведет в принципе то что голду надо нерфить это давно уже понятно также если кто-то внимательно смотрел стрим своего феста там можно было увидеть что цена голдового снаряда была в разы меньше чем цена стандартного снаряда у которого больше альфа но меньше пробития не приведет ли это к тому что все будут играть в угол да потому что он дешевле но все это будет тестироваться посмотрим нужно оставлять отзывы если нам что-то не понравится дальше разработчики нам рассказывают что в следующем году они собираются переделать балансировщик очень давно еще с 2010 года по 2017 до патча 918 была такая проблема у балансировщика это так называемые взвод с брелками большое количество арты и подбор команд таким образом что противников какого-либо уровня было мало например в команде могло быть 13 машин 10 уровня и лишь два танка 8 в 2017 году обновление 918 решила эти проблемы благодаря шаблонному балансировщику от себя могу добавить что патч 918 самый ужасный самый ужасный патч за существование world of tanks патч просто разгромил желание играть нормально и с увлечением потому что принес очень много хаоса продлил лтшки с восьмого уровня по десятый сделал новый балансировщик плюс еще ввели арту с оглушением все это просто какой-то хаос сотворила и играть стало не столь приятно разработчики говорят что новый шаблонный балансировщик который пытается создавать бои 357 избавил нас от старых проблем но добавил новые после введения в игру шаблонного балансировщика многие старые проблемы стали неактуальны однако возникли новые игрокам в бою стали недостаточно часто попадаться противники своего уровня или уровнем ниже попросту говоря мы играем всегда внизу списка причем на любом уровне игроки на льготных премиум машинах часто попадают в бои собранные по шаблону 510 против оппонентов более высокого уровня льготная техника бывает недостаточно эффективной в этих сражениях балансировщик сейчас настроен так что не может проанализировать очередь и не имеет инструментов для динамического воздействия с ней попросту говоря балансировщик просто пытается собрать 357 либо еще какие-то пару шаблонов и все а как часто кто куда попадает такое не работает хотя если посмотреть видео 918 патча там сказано что балансировщик будет пытаться вас кидать в середину или вверх списка если вы много играете внизу но на самом деле нет что нам принесет еще более обновленный балансировщик в следующем году шаблоны станут более гибкими и будут зависеть от текущей ситуации в очереди в дополнение классической схеме 357 и 510 могут появиться новые которые помогут разгрузить очередь для двухуровневого боя возможно шаблоны 69 и 78 для трехуровневого боя возможно шаблоны 456 и даже 555 также могут появиться шаблоны где в двухуровневом бою в верхней части списка будет чуть больше машин это главным образом касается шаблона 87 для двухуровневых боев проще говоря мы бы хотели чтобы вы чаще попадали в верхнюю часть списка команд в этом помогут гибкие шаблоны способны реагировать на состояние очереди и при необходимости разгружать переполненные уровни техники ну в принципе логично если ты играешь всегда внизу списка то нужно увеличить количество в каждом бою танков которые на уровне на 2 выше таким образом они разгрузятся все логично мы будем чаще попадать в топ но бои внизу списка будут чуть жестче далее в следующем году вернется режим линия фронта который вы все так сильно ждете режим линия фронта вернется уже в первом квартале 2019 года мы изменили этот режим поскольку хотели решить вполне понятную но сложную задачу мы хотели сохранить приятный и ненавязчивый геймплей и при этом дать вам возможность выполнять интересные средние и долгосрочные задачи чтобы сражения стали еще более захватывающими главная режим линия фронта будет не краткосрочным игровым событием а целой серии событий на протяжении всего года с кучей наград и бонусов базовый игровой процесс режима останется неизменным вы получаете звание за высокую боевую эффективность а также очки доблести за которую можете повышать свой уровень достигнув определенного уровня вы начинаете зарабатывать награды кредиты снаряжение так далее будет доступно 30 уровней достигнув максимального вы сможете запустить механику престижа которая сбросит ваш прогресс и начать зарабатывать награды заново после старта режима линия фронта будет активен раз в месяц в течение недели всего получится около десяти недель будет больше уровней престижа максимальное количество уровней престижа за все время действия режима увеличится до 10 за одну неделю можно получить несколько уровней престижа но с ограничением общее их число не может быть больше номера недели плюс два уровня к примеру во время первой недели можно достигнуть максимум третьего уровня престижа на седьмой неделе девятого количество выполнений уровней престижа не ограничено так что вы сможете практически в любой момент начать их зарабатывать даже если пропустили несколько предыдущих недель хоть это и будет сложнее коэффициенты опыта и кредитов останутся неизменными в сравнении с прошлой версией линии фронта стоимость ремонта и снарядов тоже в принципе то что там с заданиями и какими-то уровнями ну пусть там набивается лично для меня для всех важно что уровень заработка кредитов и стоимость ремонта останется той же ведь мы все понимаем что в этом режиме все заходят серебро пофармить какие-то там задания и плюшки но пусть будет хуже от этого не будет главное чтобы серебро сыпалось рекой также еще в следующем году будет ребаланс техники после пересмотра ситуации со специальными снарядами мы планируем приступить к ребалансу машин которых изменение механики снарядов затронет больше всего мы также уделим внимание низкоэффективной технике и сбалансируем некоторые танки с чрезмерной боевой эффективностью машины из списка ниже будут наиболее пристально изучены после ребаланса е100 и с4 леопард 1 стб 1 кранвайен мы также планируем ребаланс машин средних уровней пока список не полный вполне возможно в него добавят другие машины и это во многом зависит от ваших отзывов честно говоря ребалансы техники очень медленно проходят и очень слоупочно есть танки которые уже давным-давно вообще не играбельные и про них никто вообще не помнит в в 2019 году в игре появится новая машина сейчас у нас нет определенных планов по добавлению новых наций однако команда разработки обсуждала такую возможность в конце 2016 года мы добавили в игру одновременно две шведские ветки и техники настало время расширить дерево исследований этой нации в следующем году в игре появятся шведские средние танки это маневренные машины с точными и скорострельными орудиями на фоне остальных они будут выделяться возможностью перехода в осадный режим пока рано говорить о том сколько машин будет в новой ветке и на каком уровне они будут начинаться так чисто вбросили информацию на вентилятор новая механика в ближайшее время мы хотим поэкспериментировать с новыми механиками пока еще рано демонстрировать какие-либо концепции мы все еще работаем над ними и продолжаем заниматься ими в 2012 году ни о чем просто вбросили еще одно сообщение ранговые бои в 2019 году начнется новая серия ранговых боев и она будет значительно отличаться от предыдущих версий мы решили исправить некоторые ключевые проблемы основываясь на ваших отзывах раньше обычному игроку нужно было из кожи вон лезть чтобы достичь 15 ранга а сильные танкисты могли быстро достичь его и чувствовали что 15 ранг для них недостаточный чтобы исправить это положение мы решили переработать всю механику рангов и разбить ее на 4 дивизиона каждый будет включать 15 рангов мы уменьшили количество шевронов необходимо для достижения 15 ранга вам не придется прилагать в четыре раза больше усилий новая концепция первый дивизион квалификационный в нем вы начинаете с чистого листа достигну 15 ранга вы попадаете в следующий дивизион бронзовый и здесь начинается самое интересное в зависимости от того насколько хорошо вы играли в квалификационном дивизионе заработать шевроны в бронзовом будет проще или сложнее в серебряном дивизионе механика будет аналогично если вы хорошо играли в бронзовом вы будете зарабатывать больше шевронов финальным станет золотой дивизион он же будет и самым сложным только сильнейшие игроки смогут добраться до вершины примечание вы не можете опуститься в более низкий дивизион это конечно все замечательно и прикольно но но может образоваться такой вот болото на какой-нибудь из этапов на бронзовом там или еще на каком-то в котором все ввязнут и будут в нем болтыхаться а те кто проскочили они могут там уже выше двигаться спокойно во многих играх где ранговая система похожа на эту возникают такие вот места называемые болото вы в них ввязаете и находитесь в нем очень долго и не можете с него вылезти даже если вы хороший игрок или плохой вы просто будете в нем болтыхаться поскольку в нем вообще творится какой-то бред так что кто-то проскочит и полетит быстро вверх а кто-то будет в болоте но возможно варгеймингу удастся избежать этого и все будет не так как в других играх изменение механик еще один ключевой вопрос который мы пытаемся решить распространение опыта в будущем сезоне мы уйдем от механики в которой игроки зарабатывают его за свои действия в бою многие из вас заметили что опыт было проще получить играя на тяжелых танках эту механику заменит новая система она будет полностью отвечать философии рановых боев справедливо сравнивая эффективность и уровень игры в бою это далеко не единственное изменение в рановых боях но пожалуй самое интересное но начисление опыта в рановых боях было совсем убогое и его нужно было поменять в январе 2019 года в предстоящем игровом событии для клановых игроков появится новая наградная британская машина т95 fv4201 чифтейн это тяжелый танк 10 уровня с прочной башней и хорошим балансом разового урона и урона в минуту принципе я в бою уже этот танк видел но сдалека посмотрим что оно такое может быть даже вступлю в клан и попробую получить это корыто если получу то с меня стрим магазин с игровыми предметами за боны в этом году мы полностью переработали игровой магазин теперь вы можете приобрести игровые предметы и оборудование и предбоевые инструкции за боны а в 2019 году мы хотим добавить возможность приобрести машины за боны мы планируем сделать доступными для покупки машины которые сейчас отсутствуют в премиум магазине но есть в игре речь о подарочных танках а также о технике которую мы удалили из дерева исследований но которая все еще есть у игроков сейчас мы составляем список машин которые удастся приобрести за боны пока можем с уверенностью сказать что это будет техника разных уровней мы планируем добавлять машины в магазин с предметами за боны в два этапа первая партия появится весной 2019 года в нее войдет более доступная техника вторая партия будет состоять из эксклюзивных машин и станет доступна его второй половине 2019 кроме того мы обсуждаем возможность добавления в магазин других игровых предметов и специальных предложений мы также планируем постепенно расширять возможность получения бон в игре премиум аккаунт в 2019 году фундаментальные изменения произойдут с премиум аккаунтом текущая его версия существует уже больше восьми лет и некоторые ее возможности уже не так важны для игроков как раньше например личные резервы обеспечивают аналогичные и иногда лучшие бонусы поэтому привлекательность премиум аккаунта снизилась мы еще работаем над деталями но наша конечная цель сделать премиум аккаунт более полезным и удобным для всех танкистов может быть обновленный премиум аккаунт будет представлять некоторые дополнительные возможности определимся мы с этим после анализа ваших отзывов не стоит ожидать что концепция премиум аккаунта будет перестроена быстро этот вопрос требует комплексного подхода и на это уйдет много времени следите за новостями внешний вид в этом году мы добавили в игру много классических стилей давайте их вспомним крылатый гусар для 50 тп прототип фаер найт для кэрварнан экшен x и конечно два эксклюзивных стиля warhammer 40 тысяч фактически мы получили совершенно новые машины с новыми графическими деталями на броне кроме того в рамках события новогоднее наступление мы добавили в игру 3d стиль для четырех машин т-57 хэви батчат гриль 15 из 7 следующем году мы продолжим создавать уникальный 3d стиль мы уверены что многие машины вас приятно удивят и это еще не все в 2019 году вас ждет кое-что особенное невероятные танковые гонки подробнее об этом позже следите за новостями принципе такие вот насыщенные новости что нас ждет в следующем году ссори за мой такой голос но я все еще болею по мере поступления всех этих изменений буду делать видосики и с вами все это обсуждать с вами был варчик играть красиво пока и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok